всем привет сегодня у нас на ремонте ноутбук acer такой необычный с сенсорным экраном на корой пятом процессоре восьмого поколения видимо восемнадцатый год либо может девятнадцатый тут у нас модель спин 3 sp314 принесли с такой проблемой что здесь разъем питания отходит но судя по всему здесь проблемы с петлей потому что есть уже корпуса расходятся хотя здесь вот вырван зажим может быть достаточно будет шабочку подложить но здесь уже начал корпус от экрана отходить тоже видимо петля расшатывается нужно будет петлю как-то усиливать хотя бы со стороны низа потому что сверху здесь даже боюсь лезть если тут сенсорный экран даже не хочу знать что там внутри может быть защелка отломился здесь из-за того что пластик отошел уже начала расхлябываться сейчас вот откроем здесь у нас через низ все открывается винтики все снизу аккумулятор надо будет отсоединить первым делом потом будем дальше смотреть судя по всему здесь если я правильно понял то экран раскладывается во все стороны как планшет становится пожалуйста поэтому здесь на петлю по любому большая нагрузка идет он уже как разошлась при полном сгибании интересный аппарат так ладно будем отворачивать и будем посмотреть так снял крышку оказалось сбоку блестящая штучка этот стилус был какой интересный вот что мы здесь видим стилус у здесь лежал есть какой-то разъем под жесткий диск видимо но как он подключается непонятно здесь нет сата разъема видимо вот какой-то из этих шлифов через какой-то переходник здесь оперативка насколько на 4 гигабайт всего лишь один разъем возможно здесь еще впаяна она помимо внешней но это не точно на 4 гигабайт конечно мало для такого компьютера здесь у нас система охлаждения заодно на рп чищу процессор стоит а вот здесь вот должен был быть наверно видеочип но видимо эта модель без видео чипа то есть она как бы бюджетные можно сказать своем сегменте радиаторная трубка проходит следы есть под видео чип но его там нету здесь у нас ссд-шник стоит судя по всему наверно 120 хотя мощно 256 потом что вот это у нас аккумулятор надо будет его сейчас отстегнуть сразу вот здесь у нас из разъемов usb 3.0 картридер отдельная платка расширение идет здесь у нас что непонятно какая-то кнопка а по-моему здесь как раз кнопка включения сбоку шла включается сбоку с этой стороны а здесь значит 20 на здесь 20 здесь вот 30 и дима и уже в самой плате идут наушники тоже самый плате но собственно вроде все он здесь наверно bluetooth вай фай какой-то нас наверное наверное 50 ой bluetooth 50 или вай фай какой маркировки непонятно какой фирмы в общем главное что нас интересует это вот это разъем питающий который шатается за счет того что у нас сейчас не до конца прилегает петля корпусу появляется люфт поэтому когда наверно вставляют зарядку он отходит назад как же дальше он не уйдет но все равно люфт есть что нужно сделать сейчас нужно здесь отвернуть посмотреть что там находится но скорее всего там вот в этом месте где заворачивал пластик на пластик это ладно он как бы просто закрывать сверху на вот эти два винта это основные которые держат именно петлю вот под ними скорее всего крепление отломали на так думаю и здесь наверно будет делать насквозь наверх только шляпками кверху а сюда уже будет выходить сами гаечки какие-нибудь коротенькие как а сейчас реализовать пока я не решил надо подумать надо будет как-то его приоткрыть чтобы эти петли давали как бы можно просверлить закрыты видите сейчас конечно не просверлю значит открывать пойдет нагрузка сюда опять начнется на дисплее нагрузка эти петли конечно тоже смазать не помешало бы на всякий случай здесь у нас провода заходит здесь петля конечно сложные конструкции в отличие от обычных ноутбуков немного в ступор вводит так как я и думал вот этот винтик проворачивает 2 то есть он на месте крутится вот этот как бы затянутый вот эти два тоже затянутых а вот этот прокручу то есть он по идее не держит ничего нам нужно теперь все это отвернуть как-то приподнять при этом чтобы провода не задеть наверх придется экран отключать интересно где тут шлиф сенсора подключается но скорее всего он через общий разъем с дисплеем запитывается вот снять полностью петли вот этот винтик насквозь сделать шляпка сверху сюда то есть будет выходить и вот этот наверное тоже придется делать не знаю возможно здесь если мы вроде бы не прокручивает вот здесь у нас пластик проломила муж какую шайбочку положить чтобы был какой-то упор тогда только в одном месте сверлить придется вот конечно можно бы может как-нибудь заклеить там но я не пользуюсь такими способами не знаю как их клеить эпоксидкой или там клеем соды какой-то вся механически это делаю пока план действий такой так как видно разобрал я петлю вот два крепления которые отвалили здесь вот они находились внутри эти вроде пока целые так придется делать два сквозных отверстия тут еще ты такая целая звездочка отвалилась придется делать два сквозных отверстия с той стороны сюда и в эту сторону а с этой стороны вроде пока целые попробуем просто шайбу подложить вот как-то так но сейчас наверно сразу почищу чтобы потом возвращаться нос или сначала просверлю в общем главное не забыть почистить заодно что пока на паузу так продолжаем репортаж с места событий просверлил эти два винтика пока вот так выглядит но их потом вовнутрь сделаю пока просто наживил вот в этих местах можно теперь накидывать петлю и затягивать вот сюда скорее всего такой же винтик поставлю он чуть длиннее чем этот эти вот такие короткие заднюю крышку закрывали сюда соответственно еще по моему меньше размером чутка может быть там на несколько витков теперь за счет того что здесь будет из шайбы не на шейбе не будет здесь крышка высока она как бы не будет мешать здесь длины не знаю хватит либо слишком много может быть надо будет пробовать за счет того что сверху будет шайба немного еще выше корпусы значит посмотрим плюс еще здесь наверно скорее всего термоклеем лучше зафиксировать разъем зарядки потому что он все равно шатается здесь наверно крепление маленько треснула который держит его что не тресну короче так она получается столько сверху придерживается петлей так будет еще чуть-чуть зафиксирован термоклеем на всякий случай сейчас продолжим так клейм зафиксировал вроде держится будем теперь наверно очищать пока не забыл потом с петлей будет неудобно чистить пока разобрана видел уж сразу почистить у нас принципе только четыре винтика и вентилятор 2 держит я кстати батарею кубился на всякий случай отключил несет шлиф под вентилятор два винтика вентилятор держит четыре сам этот процессор сейчас попал так отвернул радиатор можно было оказываться вентилятор не отворачивать он отдельным идет но заодно снял чтобы можно было почистить пока не снимается так ладно то что я тут интересно заметил это скорее всего нас не просто процессора именно комбайн как мы так называемым в котором все находится здесь у нас вместо видео чипов тема прокладка просто лежит опорная прикольно так мило так вот судя по следу термопасты кстати может быть в прошлом ноутбуке все-таки была звазка термопаста потому что она также нанесена как здесь разлитые но что интересно здесь на процессоре термопаста есть и вот здесь вот справа есть а справа у нас здесь я так понял нет чипы чип есть слева но слева у нас пустота либо здесь у нас находится какой-нибудь хаб который не сильно греется либо такое чувство что он должен находить как бы расположен быть не так вот а вот так вот ну сама пластина радиаторная тогда получается она бы закрывала боба боба чипа по идее не знает мое предположение конечно почему так сделали может я что-то не понимаю то что паста растеклась просто рядом здесь лежит конечно жесть может быть кто-то встречал такую модель такая же фигня у вас была или у меня только так вот сейчас почистим все-таки пыль какая-то есть паста сухая уже довольно принципе не совсем сухая но уже суховатая что не помешает поменять вентилятор почистим и свернулся так убрал термопасту реально справа ничего нет ни конденсаторов не чипы тем более зачем там была термопаста непонятно неужели здесь кристалл без охлаждения находится и реально просто сделали трубку неправильно на заводе я не знаю другого предположения хотя даже если перевернуть вот так вот она все равно наверное не будет до конца доставать до 2 кристалла что я наречу не понимаю возможно она и не должна охлаждаться но видимо от нее какое-то охлаждение идет немножко но там между ним все равно пустота идет непонятная фигня сейчас еще вентилятор почистим так вентилятор тоже почистил здесь пыль была на стенках прижата к корпусу не заснял и уже почистил сам вентилятор несъемный похоже здесь наверное стоит контр шайбы какой-нибудь зажим почему просто так не снимается да ладно так почистил все сейчас соберем и запустим посмотрим вообще что там так я конечно намазал на второй кристалл термопасту но сомневаюсь что она достает до радиатора но на всякий случай пускай будет вот также сюда наверно еще наклеим какой-нибудь каптоновый скотч чтобы воздухообмен лучше шел и не вылетала все в корпус хотя когда я открыл все было в пыли видимо отсюда вылетала пыль через этот зазор и все в корпусе оставался вместо того чтобы складываться отсюда с одной стороны может быть так и лучше но так быстрее забьется и будет охлаждение хуже по корпусу разлетается и разлетается пока что-нибудь не коротнет так примерно вот так вот получилось поставил вместо гаечек родные эти пассатижем затянул надеюсь не вывернутся обратно но со временем конечно конечно открывание закрывание могут они расшататься и развернуться либо пластик сверху треснуть как получится здесь батарейка маленько подклеил сейчас накинем батарейку закроем крышку туда еще и надо шайбочку подложить и надо будет еще на экране подклеить шов который расходит там видимо заглушка отлетела и он теперь будет туда-сюда болтаться да я забыл упомянуть вот здесь вот снизу какие-то еще магнитики находятся видимо для тяжести может быть либо не знаю датчик какой-нибудь закрытия когда экран сюда прислоняется может что-то срабатывать спящий режим здесь вот вырез под стилус так ноут включился правда на минуту я маленько подсел на измены потому что экран не загорался а лампочки горели что вроде бы включен потом вспомнил что я сбрасывал батарейку биосу и скорее всего что-то это было связано с биосом наверно да теперь вроде бы все нормально включается здесь вот подклеил корпус пока поджал подсохнуть все равно немного зазор остался из-за того что там может быть клей мешает который держит крепление в общих чертах вроде бы пользоваться можно жалко не посмотри какие параметры у компьютера но хотя бы пощелкаю по экрану тут пароль стоит я конечно не знаю ну работает это хорошо так что будем отдавать всем пока а а